До психологии я пока не дошел, но я мирный человек, чего мне, собственно, бояться. Наоборот, мне кажется, не выходить нерационально. Зачем вы это делаете? По-моему, уместно в этом месте спросить. Мы уже перейдем скоро к тому, что будем гордиться не столько полетом в космос, да сколько победы над Наполеоном. Давайте советы правительству сейчас дадим. То у нас существует силовая машина довольно хаотичного и непредсказуемого применения. К раннему Путину я вообще хорошо отношусь. Навальный, конечно, тоже человек, вызывающий уважение. Так не бывает. Варламов вас взял на слабо. Мы не смогли построить ничего. Вообще ничего. С утра встаю, готовлю завтрак, собираю жену на работу. Такой я миллиард, миллиард. Не обзывайтесь. Что самое главное должно... Это мы уже делаем? Мы уже пишем. Это уже пишем? Да-да. Так надо тогда как-то серьезнее разговаривать. Что самое главное должны люди знать про ваш бизнес? Хороший вопрос. Ну, я думаю, что самое главное, чтобы в момент, когда людям что-то захочется приобрести из техники и какие-то потребности возникнут в этой области, они должны про нас тут же вспоминать. Вот это то, что хотелось бы, чтобы люди нас знали. Вот только возникло, сразу раз, а ну да, это же ДНС, и пошли покупать. Это покупатели, а остальные? Ну, остальные... Во-первых, я думаю, все остальные это тоже должны быть покупатели. Зачем вам три диплома? И как вы их получили? Люблю учиться. До сих пор? Видимо, компенсирую то, что... То есть есть два момента. Я компенсирую, что я начал заниматься бизнесом еще в процессе учебы студентом, видимо. Не до конца доучился. И стараюсь теперь учиться дальше. Ну, что-то это формализуется в виде дипломов, что-то просто... Ну, вот в веянии времени надо постоянно чему-то учиться. Постоянно переучиваться. Чему вы сейчас учитесь? Ну, сейчас у меня предмет особой любви — это социология. Но пока так систематически мне не очень удается ей заниматься. Поэтому я такой лунный социолог, свободный от работы время. Читаю каких-нибудь авторов, книжки, лекции и так далее. Я понимаю, что очень многие вещи в экономике нельзя объяснить просто экономическими законами. Тут явно есть еще и большая социальная часть. В принципе, с точки зрения экономики все, в общем-то, просто. Но люди почему-то так не делают. А приведите пример. Смотрите, с точки зрения экономики все, в общем, достаточно просто, чем нужно делать, чтобы экономика росла. Нужно много работать и много инвестировать. Но почему-то люди не очень это, так сказать, хотят делать. Ну, например, вдруг выясняется, что люди готовы пожертвовать экономическим ростом и даже готовы претерпевать некоторые экономические неудобства ради того, чтобы, например, Крым стал снова российским. То есть общее настроение людей, что типа, ну, и ладно, что у нас какие-то экономические проблемы. Это же на самом деле, с точки зрения экономики, это иррациональное поведение. Но оно имеет какие-то объяснения социальные, почему людям это важнее, чем еще кусочек колбасы. То есть есть какие-то вещи, которые ценнее экономики. Ну, и это интересно. Для меня это не очень все понятно, но пытаюсь разбираться. Это ваше улучшение социологии как-то связано с политической обстановкой в стране? Ну, у нас много чего связано с политической обстановкой в стране. Не, не, это не обязательно должно выходить прямо сразу в политику, опираться. То есть и такие, ну, менее политизированные темы, ну, например. То есть мне кажется, что большая часть предпринимателей не достигает еще какого-то результата просто потому, что в какой-то момент им становится это там неинтересно или не круто. У них появляются другие интересы. Что же такая социальная проблема? То есть это почему-то с точки зрения вот человеческого поведения человек в какой-то момент для себя понимает, что, ну, вот, ну, не вот это его путь, а другой какой-то. Почему? А это социальная проблема или психологическая проблема отдельно взятого предпринимателя? Не, я считаю, что люди без социума, они плохо существуют. То есть человек – существо социальное. И все, что мы так или иначе делаем, оно, мне кажется, имеет какие-то параллели, какое-то взаимоотношение с обществом в целом. Даже если мы хотим абстрагироваться от общества, там, уехать на необитаемый остров и никого не видеть. Это что же по своей сути социальное действие, а не психологическое? Психология тоже, понятно, имеет с точки зрения индивидуальных каких-то этих самых проявлений, но оно коррелирует все равно с обществом. Человек себя соизмеряет с тем, насколько его поведение будет адекватным. До психологии я пока не дошел. Вопрос об рациональном поведении. Но люди же не всегда ведут рационально себя. Например, вы, я вам приведу пример, тоже вели себя иррационально, когда вышли на митинг в поддержку Навального. Ведь если подумать с точки зрения рацию, это неправильное поведение, это угроза, риск для бизнеса и так далее. А какой риск? Больше. То есть не брать риск, это брать риск уже? Ну да, я не думаю, что это сам по себе какой-то там дополнительный риск. Мне вообще-то, честно говоря, повестка, вопросы эти не очень понятны. Почему риск-то? Риск, наверное, это измерять, это полезть на полицейских или, не знаю, как это неправильно вести, асоциально вести. Это, ну да, это, наверное, риск, это нехорошо. Но я мирный человек, чего мне, собственно, бояться. На полицейских не бросаюсь. Так думали многие, но это все равно кончилось. То есть, знаете, как раз для этого и надо походить на митинги, чтобы понимать, что, в общем-то, это все происходит согласно купленным билетам. Кто что хочет, тот и получает. Наверное, бывают какие-то случайности, отклонения. Но это такой не очень большой риск. Мы же ездим по дорогам, да, хотя риск попасть в аварию довольно высокий. То есть я не думаю, что это как-то, ну, как раз рационально, если на это смотреть рационально, то тут нету особого риска. Наоборот, мне кажется, не выходить нерационально. То есть вот с точки зрения рационального поведения человека, ну, это же очевидная вещь, что стать в позицию, там, давайте не будем злить начальника, она нерациональна. Ну, опять же, смотреть того, что хотите. У меня достаточно сформированное представление, о чем я бы хотел. То есть мне кажется, что Россия страна с удивительными возможностями, удивительным потенциалом. Мне бы хотелось как предпринимателю принимать участие в том, чтобы эти возможности раскрывать. То есть, на мой взгляд, Россия могла бы и будет, наверное, каким-то там лидером в мировом прогрессе. Мне кажется, что человеку должно быть свойственно стремиться к прогрессу. Раз уж мы осознали, что прогресс существует, то с точки зрения какого-то смысла деятельности, смысла жизни, вот участие в прогрессе – это, по-моему, достойное такое применение человеческих усилий. Россия будет лидером в мировом прогрессе. При каких условиях? Ну, если будет стараться и хотеть этого. Ну, это же не условие, это тренд, да. То есть вот сейчас мы, к сожалению… Пока как-то ничего не предвещает. Ну, да. Вот, собственно, это то, что мне не очень нравится, да, то, что называется, наверное, политикой. Хотя, я не знаю, надо ли это называть политикой, но для себя я как бы разделяю публичную политику и гражданскую позицию. То есть публичная политика – это желание быть, ну, как бы, именно вот этим актером-участником, да, который… политика публичная – тот человек, который работает с людьми, пытается агрегировать их мнение, да, и его как-то использовать для того, чтобы… Ну, то есть это его ресурс, которым он работает. А я же, ну, как бы, ровно не про это. Я, наоборот, имея какое-то свое мнение, мне, конечно же, мне… Я понимаю, что очень многие вещи, которые мне хочется делать, они без этого не делаются. В частности, понятно, что если менеджеру не создавать стимулы, то он и не будет работать. Причем понятно, что есть хороший стимул, типа внутренняя самомотивация – это самый лучший стимул. Но зачастую этого может не хватать. А в целом на самомотивацию тоже не очень хорошо рассчитывать. Ну, поэтому, я думаю, общество должно создавать стимулы к тому, чтобы, там, двигалось общество по пути прогресса. Если общество вот этого действительно хочет, ну, может быть, я как бы не прав, и общество хочет чего-то другого. Ну, ну, это должна быть дискуссия вестись, мы должны понимать, что мы хотим, то есть, там, впасть в архаику и гордиться. Наверное, сейчас мы уже перейдем скоро к тому, что будем гордиться не столько полетом в космос, да, сколько победы над Наполеоном, да. Ну, окей, можно этим гордиться, но мне кажется, что можно гордиться все-таки не прошлым, а будущим и настоящим. Но это хотелось бы вести дискуссию на эту тему. Может быть, есть другие точки зрения. И поэтому я и хожу, и участвую как раз для того, чтобы быть, вот, ну, сделать от себя какие-то вещи, которые зависят, чтобы вот в этом принимать участие. Мне кажется, это важно. И это кажется мне рациональным, что сама, ну, как бы, очевидная вещь. А вот, как бы, не ходить и прятаться, это нерационально. Потому что, вы же понимаете, что это не увеличивает никакую, так сказать, вероятность того, что вы попадете, например, в жернова силовой машины. Мы сейчас сходу, если мы начнем приводить пример, кто там последний попал в жернова, то, скорее всего, мы встретим людей, как раз, которые старались, там, не отсвечивать и попали, нежели чем те, которые как-то себя оберегали тем, что старались не отсвечивать. То есть это не является рациональной моделью поведения не отсвечивать, тихонечко сидеть и считать, что это минимизирует риски. Ну, нет, не минимизирует. Вот, вот, кого мы там последний, что мы следуем, я помню. Кто последний попал? Да. Последний попал Роман Анин, расследовательский журналист. Ну, А, нет, вру, последний попал студенческий журнал ДОФА. Ну, да, да, есть, конечно, круг людей, которые, ну, раз существуют органы по борьбе с экстремизмом, то должны тогда периодически кто-то попадать. Мы же сейчас все-таки говорим про кейс не вот, не тех людей, которыми занимаются отделы это, мы говорим больше про предпринимателей, и как раз предпринимателей, мне кажется, кто там, кого последнего помните из посадок? Последний был Шпигель. Да, ну, вот, он разве сильно походил на оппозиционера? Нет. Помогло ли ему это? Или он в восторге от того, что силовая машина может приехать там в любой момент? Наверное, нет. Тогда что в этом рациональном? Мне кажется, что это, ну, мало кому вот сейчас нравится, что у нас существует силовая машина довольно там хаотичного и непредсказуемого применения. Ну, тем не менее мы, ну, то есть, разве это рационально спрятаться и считать, что пронесет? Нет. Мне кажется, нет. А вы сторонник Навального? Смотрите, я сторонник мнения, что глупо сводить к повестку всю политическую, к тому, что типа там Навальный или Путин, или Вася Пупкин. То есть, понимаете, суть политической деятельности, суть гражданского участия не заключается в том, что вот мы сейчас поменяем одного на другого и станет хорошо. Нет. То есть, во-первых, такого состояния, что стало хорошо, вряд ли случится. Это все-таки про тренд. Мы гражданским участием должны обеспечивать, ну, что ли, те самые правильные стимулы менеджерские для того, чтобы вот политический менеджмент все-таки двигался в сторону развития, а не в сторону того, чтобы использовать силовую дубину, чтобы ничего не происходило, и как-то отбиваться от всех, кто пытается создать стимулы. И в этом отношении, ну, вот сам вопрос, он как бы бессмысленный. Сторонник. Я сторонник прогресса, да? Я сторонник развития. Если для... То есть, идеальный для меня вариант, это чтобы вдруг что-то там вот сверху вдуплилось и поняли, что, ну, вот если и дальше впадать там в архаику и в силовой беспредел, то страна будет не развиваться, а будет деградировать, стагнировать. И это такая петля, которая будет закручиваться, которая... И мы, в принципе, все-таки мы же уже даже понимаем, чем это кончится, да? То есть Советский Союз уже прошел эту петлю, когда там гайки закручивались, становилось хуже, гайки еще закручивались, еще хуже, а потом дошло до того, что все совсем развалилось, да, случилась перестройка, и, ну, и зачем нам это еще раз проходить? То есть мне вот в моем идеале в развитии ситуации-то что-то там типа какого-нибудь, не знаю, как вот... В Испании только люди же поняли, что авторитарный и даже где-то тоталитарный, ну, наверное, авторитарный режим, это не очень хорошо, и надо все-таки... Европа уходит куда-то далеко, вперед, надо как-то догонять, надо развиваться. Ну, и как-то развелись. Все довольно мирно и хорошо. Вот мне бы вот этого хотелось. Но это, понимаете, это не будет... Ну, как бы это без разницы, по большому счету, там, Вася Пупкин или еще кто-нибудь сидит. То есть не надо... Сакральность этого дела, но она как бы бессмысленна. Да, я... Вот к раннему Путину я вообще хорошо отношусь. Прекрасно. Просторонник раннего Путина. Да, да. Можно я вот это сам? Ну, сейчас мне как-то кажется, что путь конфронтации и изображение из себя осажденной крепости, это не самый оптимальный, не того, чем мне бы хотелось. И мне кажется, что это путь вот в один конец. То есть в современном... В современный мир глобальный. Отгородиться нам не получится. И это понятно примерно, куда это ведет. И мне это не нравится, куда это ведет. Ну, вот да. Навальный, конечно, тоже человек, вызывающий уважение. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы он сидел не в тюрьме, а в Думе. Велся бы диалог о том, что правильно, что неправильно. И формировался потихонечку политический процесс. Ну, вот как бы правильный политический процесс это сложная машина. Это она... Там нет простых решений. Типа, вот, сейчас поменяем этих местами, и все. И все будет хорошо. Не будет. Это длительный процесс, который потребует гражданского участия вне зависимости от того, кто будет сидеть в каком кресле. А вот его поступок рациональный или иррациональный? Это смотря, чего хотеть. То есть, если хотеть спокойно жить, то, наверное, это нерациональный поступок. Если хотеть заниматься политикой, быть президентом, условно говоря, претендовать на что-то, то да, такой путь героя, наверное, не всем близок и не всем понятен, но он выбирает такой путь. С этой точки зрения, наверное, он рациональный. Хотя, конечно, это так вызывает довольно сильные эмоции, наверное, у него окружение и общего людей. А вы что-то, кроме того, что вы выходите на митинги, что само по себе в наше время достаточно много, делаете для того, чтобы быть сторонником прогресса? Да, что я выхожу на митинги, это как такое, знаете, чуть ли не основное занятие. Я был в своей жизни на двух митингах в 2008 году, когда у нас там правую руль запрещали. И вот сейчас. Это я бы не сказал, что такое... То есть вы опытный демонстрант, я смотрю. Да, да, супероботный. Понимаете, здесь... Это не самоцель ходить там на митинги или что-то выражать. Это, наверное, некое социальное действие, которое... Мы, люди, должны как-то манифестировать свои запросы. А еще что-то вы пытаетесь сделать? У нас есть активность в виде активной гражданской позиции, в виде соцсетей. Сейчас у нас жизнь... Мы в информационном веке живем, и жизнь у нас потихонечку перемещается в информационное пространство, где я там как-то высказываюсь и какие-то вещи делаю. Я вступил в партию роста. Не знаю, насколько это тоже сильный или мощный ход, но не с точки зрения моего представления о мире и задачах, которые стоят перед страной, но вот с точки зрения идеологии самого посыла о необходимости роста и развития, вот это наиболее близкая идеологическая платформа. Я что еще делаю? Ну, вообще, я считаю, что моя-то как раз задача это быть правильным предпринимателем. Я все-таки предприниматель, а не политик. Это моя просто гражданская позиция, которую я могу высказать вам, высказать людям, кто спросит про это, продемонстрировать солидарность с кем-то там, в каких-то вещах, сходить на митинг, сходить наблюдателем. Я наблюдателем хожу на митинг, на выборы. На выборы, да. Ну, вот, по-моему, то есть там любой сознательный гражданин должен тратить кусочек своего времени на то, чтобы уделять внимание вот этому общественному процессу. Ну, и тогда, если будет какая-то критическая масса людей, которые будут маленькую, на самом деле, не надо большую часть времени на это тратить, но будет уделять внимание, у нас страна, собственно, и изменится. что значит быть предпринимателем в России? Ну, смотрите, в России предпринимателем быть хорошо, как минимум, так хочу сказать, но есть нюансы. Экономика состоит, глубоко говоря, из двух частей, довольно неравноценных, к сожалению, одна потихонечку давит другую. У нас есть кусочки прям правильной рыночной экономики, где, ну, в общем-то, с точки зрения, опять же, прогресса, там, мирового, мы можем гордиться, там, не знаю, за последнее время в индустрии потребления, вот, то, что делает, собственно, для человека, Россия сделала большой путь. То есть, от того, что у нас, там, в СССР не было этого слова совсем, то сейчас, главное достижение за 30 лет с начала новой экономической реальности в том, что мы создали индустрию потребления, которая работает на человека. Те, где у нас экономика работает в конкурентной выночной среде, оказалось, что это, в общем-то, хорошая область, которая достигает больших успехов, и предприниматели там прям расцветают и хорошо себя чувствуют. А есть у нас отрасли, которые, ну, так скажем, сильно отягощены там, госрегулированием и монополизированы. Ну, там не очень хорошо пока. И, и там предпринимателям плохо. Предпринимательство, понимаете, еще в чем проблема, что предпринимательство в самом, в своей, своей основе, оно заложен риск. То есть, это предпринимательство, это предприниматель для тот, кто берет на себя риск инновации, риск изменения, риск созидания, потому что мы, вот, путь созидания, он всегда идет такой на ощупь. То есть, вот, мало чего мы знаем, что вот это точно правильно, и оно полетит. Мы, там, предприниматель, конечно, каждый уверен, что вот именно его модель полетит, и это он правильно делает, его продукт, это самое лучшее. Но мы знаем, что большинство из них ошибаются, но кто-то все равно не ошибается, и кто-то летит дальше. Если предприниматель имеет вот это вот право на ошибку, может поэкспериментировать, оказаться, что, ну, нет, это там, не лучше, но он стал опытнее и в следующий раз угадал. Это вот такой путь, путь, который состоит из вот такого повседневного риска. И вот та проблема, которая у нас есть в стране, с этим делом, то, что у нас риск, ну, не то чтобы не поощряется, он карается, да. Вот эта вот байка про то, что Илон Маск бы в России еще бы за припал, не отсидел, это вот очень хорошо иллюстрировать вот действительность. У нас, понимаете, у нас же сама вот там, один из моих дипломов юриста, там прям, я, как-то, не настоящий юрист, но изучал юриспруденцию и понимаю, насколько это вот там годами или столетиями выкрестовывалась такая форма, как там ограниченная ответственность предпринимателя, вот эта вот сама юридическая конструкция. Она же у нас в России не работает вообще никак. У нас все сводится к тому, что ну все, то есть там отвечаешь за базар буквально всем. Это надо реформировать. у нас просто в России перезрела целая куча реформ, которые прям надо делать. Знаете, та же и налоговая, и юридическая вот эти вот штуки, они же многие сделаны, да, вот там спецрежимы, которые 20 лет назад сделали, это же прекрасная вещь, которая разрешила, грубо говоря, кучу возможностей для бизнеса. Можно с того делать. Отлично. Давайте сейчас, давайте советы правительству сейчас дадим. Что надо делать? Ну, смотря, что хотеть. Сначала, знаете, как в любом бизнесе, любая система менеджмента начинается, то есть их бывает разных, там, процессный менеджмент, стратегический менеджмент, еще что-нибудь. Но в своем начале вам нужно там четко сформулировать, а что вы делаете вообще, в чем смысл вашей организации, какое у нее там предназначение и какой продукт она производит. Вот, конечно же, у нас надо прежде всего понять, о чем мы делаем. Вот тоже одна из таких претензий, что, к сожалению, мы сейчас, ну, вот, такое впечатление, что на уровне государства, ну, какие смыслы у нас есть, как, как у общества, как у сообщества людей, которые образуют, там, нашу страну. И так, если попытаться считать это на каком-то официальном уровне, то такое впечатление, что есть там две задачи, да, это держаться из последних сил, непонятно, почему, но надо держаться, и там, и ни в коем случае там не прогибаться и не допустить оранжевую революцию. Ну, и еще, может быть, гордиться прошлым. Никому не позволим, не дать нам гордиться прошлым, и никому не позволим сделать оранжевую революцию. Мне, честно говоря, кажется, что это, мягко говоря, надуманная повестка. А другой я не знаю. То есть, мне бы хотелось бы участвовать там в развитии, встраиваться, чтобы как предприниматель встраиваться в какие-то вот процессы. Я понимаю, что надо кооперироваться, и там, один в поле не воин. И опять же, политика тоже это возможность организовывать большое количество людей ради чего-то. Но организовывать большое количество людей ради того, чтобы не дать, помешать нам гордиться нашей историей, это какой-то идиотизм, на мой взгляд. Ну, а ничего другого как-то я не вижу пока. Может, я плохо смотрю, но я вроде активный, смотри по сторонам, но не вижу. Потому что, ну, все эти там, нацпроекты, то есть у нас все сейчас, весь официальный дискус, он закончился нацпроектами, что мы делаем нацпроекты. Ну, понимаете, что, во-первых, это понятно не про предпринимателей, не про нас. То есть, я не нужен на нацпроектах, наоборот, вреден. Наверное. Там места мне нету. А с другой стороны, когда мы опять же смотрим на нацпроекты, мы видим, что, ну, по большому счету, это просто еще одна такая надстройка, которая позволяет гиперцентрализовать и так сильно централизованные ресурсы. То есть, теперь, вот, все совсем, то есть, даже теперь, если раньше хоть что-то можно было делать там на уровне регионов и так далее, то сейчас на уровне регионов можно только вписываться в один из национальных проектов. То есть, вы сейчас уже и бордеры не можете менять просто так, только в рамках национального проекта. Ну, мне кажется, это там слегка неоптимально. Проекты вредят бизнесу в целом. Как сущность? Гиперцентрализация мешает России в целом. Я, как предприниматель, немножко занимающийся построением довольно больших систем, сопоставимых там размеру с государством, я понимаю, что это просто не работает. Нельзя управлять всем. У нас Россия просто большая разнообразная страна и ни у кого не хватит ни рук, ни ног, ни головы для того, чтобы каждому дать указание, что нужно делать. А вписать повестку и потребности совершенно разных регионов и городов в рамки одного национального проекта невозможно. Либо очень-очень будет неэффективно. Там уже будет вопрос недоэффективности, а ну хоть как-то. Но это же неправильно. и, конечно, тут надо, тоже требуются реформы. Потому что это все тоже не сводится просто к дихотомии, к банальной, что типа все в центре или все на местах. Нет, потому что построение вертикали власти в принципе это хорошая история. То есть действительно многие процессы в стране требуют централизации. И большое централизованное государство это благо для развития. Но эта централизация должна сопровождаться двумя процессами. Вы вычленяете те процессы, которые нужно, вот обязательно нужно централизовать, а есть те процессы, которые нужно делегировать. и одно без другого просто плохо работает. Понятно, что, например, в России как в большой стране есть там ключевые процессы типа там оборона страны, научно-техническое развитие, транспортные вопросы, наверное, какие-то элементы социальной политики, образование. Часть образования явно тоже имеет значение для страны в целом. Эти процессы должны быть централизованы. Но есть куча вещей, связанных с созданием общественного блага, который сейчас очень большое значение имеет для людей в жизни, которые должны решаться прямо непосредственно на месте, которым не нужно их централизовывать. А вы, кстати, кем хотите в детстве стать? Космонавтом, да. Правда? Ну, вообще, если бы не перестройка, если бы не все это дело, понятно, что я не мечтал в детстве быть предпринимателем. В моем детстве за это садили. Надеюсь, что к моей старости этого не буду делать, пока все по кругу ходит. У меня счастливое советское детство, воспитанное на научной фантастике, и, конечно же, я, наверное, был бы каким-нибудь инженером, занимался бы наукой, у меня там, отец преподаватель, и я, наверное, бы хотел бы тоже, как он, заниматься робототехникой, строить роботов. Вы жалеете, что вам не удается этим сейчас заниматься? Ну, во-первых, удается, по чуть-чуть, а во-вторых, ну, это же глупо жалеть. Ну, и, наверное, я не в той ситуации, когда, если я буду говорить, что я о чем-то жалею, меня побьют. Ну, конечно, я не жалею. Мне все нравится. Мне грех жаловаться вообще. То есть, как ваши родители относятся к вашему бизнесу? Ну, я думаю, что с уважением. Ну, я стараюсь, чтобы они были мной довольны, но вроде как не критиковали сильно. Про робототехнику расскажите. Вы правда ей занимаетесь? В основном детской. Мы сделали в Владивостоке с партнером Центра развития робототехники и занимаемся детским образованием. В этой области идея заключается в том, чтобы создать некую такую образовательную магистраль, которая бы могла, помогала бы детям, которые хотели бы как-то реализовывать себя в качестве инженера или предпринимателя-инженера. Это, на самом деле, это довольно близкие с моей точки зрения понятия, потому что инженер тоже в каком-то смысле предприниматель, потому что любой человек, который идет по пути создания, он тоже идет через такой вот дорогу создания какого-то продукта, экспериментов и вот его представление в действительности, чтобы посмотреть, работает это, не работает. Поэтому мы сделали там систему, что ли, вроде кружков, которые позволяют детям заниматься и у нас порядка, не знаю, сейчас уже больше двух тысяч детей занимается и хотелось бы, чтобы они вот, начиная там с пяти лет создать возможность им двигаться в разных траекториях, куда они захотят и там, не знаю, до школы, до института, до предпринимательской активности, изменения мира к лучшему. Зачем вы это делаете? По-моему, уместно в этом месте спросить. Прикольно. Не, ну, во-первых, мне это нравится, да, то есть, видимо, нереализованное, ну, не то, что нереализованное, но это действительно прикольное занятие. Я, понятно, что я хотел своих детей в это дело втянуть, не всегда, может быть, хорошо получилось. Не удалось? Ну, удалось, наверное. Две тысячи детей достаточно большая конкуренция. То есть, мы занимаемся, помимо того, что кружки, мы еще участвуем в разных соревнованиях, чемпионатах, чемпионатах России, мира и так далее. Там, мои дети в чемпионате мира, правда, техники не побеждали, другие побеждали. Вас это расстраивает? Нет. Не, ну, конечно, как и любой родитель бы пригодился. Не, не расстраивает, не расстраивает, расстраивает, неправильное слово. На самом деле, понимаете, было, ну, наверное, это было бы там неплохо, как и любые родители, конечно же, любят гордиться достижением детей. А вы гордитесь теми детьми, которые побеждают в этих чемпионатах? Да, вот это, конечно, да. Слушайте, ну, вот смотреть на успехи детей, с которыми ты ездил на соревнованиях и вместе делал роботы, и как они растут, становятся настоящими инженерами, настоящими людьми. Это прям очень такое приятное занятие. Ради этого прям вот стоит этим заниматься. Интересно, очень многие люди, которые к нам приходят, вот все говорят, что они занимаются какими-то вот такими образовательными проектами для детей, но в основном все эти проекты именно из точных наук. Робототехника, физика, математика. Никто не учит детей предпринимательству. Я вдруг подумала. Странно. А не совсем понятно, что такое учить детей предпринимательству. Я, ну, смотрите, предпринимательство это всего лишь умение брать на себя риск и ответственность. Нет отдельного отдельного курса по тому, чтобы брать на себя риск и ответственность. Это в процессе жизни, условно говоря, ты должен принимать решения, ты должен рисковать. И через это эти навыки тренируются. А отдельное предпринимательство непонятно, что такое. То есть, чтобы воспитать будущего миллиардера, вот такого, как вы, нужно с детства учить ответственность? Не обзываетесь. Какой я миллиардер. Ну, извините, по нашим подсчетам, да. Слушайте, это вот настолько какие-то верно-виртуальные цифры. Я к вам приехал на метро и на самокате от метро до суда доехал. Какой я миллиардер, что вы? Не обзываетесь. И у меня, конечно, хорошая зарплата, но я, поверьте, очень... Да, вы говорили, что у вас хорошая зарплата, как у депутата Госдумы? У меня, естественно, меньше зарплата, чем у депутата. У депутата больше зарплата. Может, если мы просто мы хорошо работаем, то платится премия и на круг, ну, может быть. Надо посчитать. Я сейчас не знаю, сколько у депутатов зарплаты. Я тоже, что-то, по-моему, там в районе 800 тысяч было. Может быть. Нет у нас, таких зарплат у нас нет. А вам вообще много нужно для жизни? Нет, у меня очень нет. Сейчас давайте провокационный вопрос задам. Какую самую крупную сумму вы тратили на потребление? Ну, машину купил. Какую? Ну, без века. В детстве этот вопрос, он очень простой. Понятно, что самая... Toyota. Toyota, конечно. Land Cruiser. Это большая, удобная машина. Туда можно хорошо грузить. Шутка, да, влазит несколько мешков картошки в багажник. Все. Наверх можно прикрутить. Так, значит, рассказывать нам человек, которому бы насчитали полмиллиарда долларов. Слушайте, вы, я не знаю, где вы их насчитали. В самокате мешки картошки грузили. Это виртуальные вещи. То есть, и счастье они не приносят. То есть, бытовые вопросы, ну, я не знаю, еще на них фокусироваться. Мне вот очень немного нужно для жизни, поэтому... Вы очень скромный человек, я так понимаю. по образу жизни. Да нет, наверное, не скромный. По образу жизни. Слушайте, я рациональный, может быть. Но это, ну, у меня есть на этом поводу шутка, что я пробовал пользоваться золотым унитазом, вот, разницы нет никакой. Ну, это шутка, я надеюсь. Ну, конечно, шутка. Мне кажется, что это вопрос больше про какой-то, опять же, это вопрос социальный, это вопрос к социологии, а не к потребностям. И, ну, кому-то это нравится, мне не нравится, мне комфортнее гораздо просто жить обычной жизнью со всеми людьми, я не понимаю, зачем надо тут это выпендриваться. Это же вопрос просто про выпендривание. Мне кажется, что гораздо рациональнее выпендриваться тем, грубо говоря, как выступает детская команда, которой я занимаюсь. Вот этим вот можно выпендриваться там. Или еще какими-то вещами. Сделать крутую школу, еще что-нибудь. Парк построить. Это да. Самая большая моя затрата это парк, который я лично делал. Парк в Владивостоке? Да. Городской? Да. Вас никто не просил, сами решили? Ну, сам, конечно. Ну, расскажите эту историю, как вы этот парк, что, что, как вы делаете? Эта история, ну, она, в принципе, известна достаточно. Мне не очень удобно мне рассказывать, что я рассказываю, они вот уже три года, да, а мы никак не можем доделать этот парк, несчастный. Потому что все, это такой какой-то квест. История была следующая. Очередной раз приехал, ну, или не очередной раз, приехал в Арламов, в Владивосток, и сказал, ну, блин, кто приехал? Варламов. Так. Известный блогер, и, соответственно, урбанист и критик в действительности, сказал, ну, вообще, то есть, Владивосток, до чего довели Владивосток, вообще-то, не для людей, вообще, говно, не город. Один из самых знаковых видов Владивостока, вид на мост, куда приезжают туристы, приезжают люди, чтобы сделать классные фотографии, в суде появляются классные кадры, ну, и посмотреть, в каком состоянии. Ну, понятно, что как же так? Ну, во многом, он, конечно, прав, но в какой-то момент в результате дискуссии, как там, слово за слово, что самое главное, конечно, хотелось сказать, что, типа, люди самое главное в городе. Ну, он сказал, что, ну, и что ты, и что те люди в городе хоть что-нибудь полезное сделали. Ну, и захотелось показать, что, действительно, если люди там объединяться захотят, то можно что-то сделать. И у нас был, есть такая территория, которая когда-то давно там был, там было что-то вроде парка, еще в советские времена, потом, причем даже в ранние советские времена, потом там микрорайон перестраивался, парк еще в советские годы пришел в запустение, просто такой пустырь, ну, там какие-то деревья росли, ну, в основном пустырь, который быстренько так превращался в довольно захламленное место. В частности, к вопросу о гиперцентрализации, для того, чтобы эту территорию передали городу, потом мы у города смогли взять это дело в аренду, там, ненадолго, чтобы его построить, собиралось отдельное заседание правительства Российской Федерации. Как вам это удалось? Повезло. Случилось так, что у нас не выбрали губернатора, и было приковано к Приморью, к Владивостоку внимание всех уважаемых людей, и под это дело подсунули такое, в том числе, и обещание, что вот реализуем гражданскую инициативу и поможем. То есть Варламов вас взял на слабо? Ну, да. Да. Где-то. Ниан конкретного получил... Я даже не... Я потом пытался восстановить, собственно, в какой момент и на кого я... Как это все... Кто же тот был человек, кто взял на слабо? Варламов был катализатором, а кто конкретный человек, я так уже потом не выяснил. Так сложилось. Но это неважно. Восстановить. Почему? Потому что задумываешь, зачем я в это ввязался? Ну, да. Через два года, когда ты там долбление головой я... А в стенку думаешь, какая зараза. Что там случилось-то? Почему я здесь оказался? Почему у меня шишки? Ну, да. Ну, так как целеустремленность все-таки это основное качество для предпринимателя, то... Целеустремленность? Ну, конечно. Надо довести, доделать до конца. Несмотря ни на что. Ну, прям не то, чтобы несмотря ни на что. То есть все-таки предприниматель это, наверное, все-таки не про то, чтобы прям лбом стену пробивать, но это про то, чтобы придумать и найти какой-то... Ну, вот это как раз, да, предпринимательская история подвернулась возможность вот так ее сложить. Если бы это не получилось, то, ну, искали бы что-то другое какое-то время. Ну, наверное, все равно бы добили просто вопрос только во время. вот получилось реализовать это через ВАТЭ, такой механизм. вот так сделали. А насколько в бизнесе важны связи? Ну, социальные контакты важны, наверное, в любом, в любом виде деятельности, не только в бизнесе. Человек существо социальное, и, конечно же, количество социальных связей, их разнообразие, их, так сказать, важность определяет очень много. Хорошо. Давайте уточним вопрос о связи с влиятельными людьми. Ну, в том числе, наверное, да. ничего плохого в этом деле нет. Кто самый влиятельный человек, которому вы можете позвонить? Ну, по разным вопросам, наверное, разные люди. Не, ну, наверное, в зависимости от того, какая будет ситуация, буду, 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 опять же, искать возможности. Такое, что у меня прям есть этот самый список с телефоном по этому вопросу звонить Васе, по этому Пете. Ну, в принципе, я довольно много с кем знаком, там, правительство, администрация, президенты. У нас там на местах тоже больше. Сейчас, может быть, конечно, чуть, чуть, чуть меня больше опасаются. Стали опасаться? Да нет, наверное. Ну, просто раньше, может быть, меня как-то активнее, там, есть ли у Вас там на Вашем Дальнем Востоке предприниматели? Вот он. И это, конечно, позволяет, позволяло какие-то там общаться, разговаривать на разном уровне. То есть, сейчас, наверное, вот он, ну, задумаются, надо ли этого там доставать, этот, чем-то там, ляпнет. но так как не очень много из кого доставать, то все равно, все равно в каких-то вещах я принимаю участие. То есть, вы такой безальтернативный дальневосточный предприниматель? Ну, слушайте, на Дальнем Востоке много хороших предпринимателей. Я там просто один из. А кто, на Ваш взгляд, самый лучший предприниматель в России? Ну, можно на Дальнем Востоке, я не знаю. Я думаю, что в России очень много вообще, то есть, Россия богата хорошими людьми, талантливыми предпринимателями. Они разные, но, не знаю, вот у нас в Владивостоке создали такой союз предпринимателей, где местные предприниматели могут общаться и разговаривать, и там друг другу помогать, обмениваться опытом и так далее, делать какие-то совместные проекты. И я могу просто брать и перечислять там, вот там, у нас есть там прекрасные люди, которые у нас есть, тоже там сетка детских товаров, бобульгум, которая, ну, потенциально могла бы быть как ДНС только в области детских товаров. Они тоже довольно хорошо развиваются, вот, хороший предприниматель, который это делает. делает. Есть тетка гиперавто, это вот то, что мне близко, да. Есть прекрасная там вильнем в сторону IT каких-то целей. У нас есть компания Форпост. Они чем занимаются? Ну, интернетом фактически они у нас в Владивостоке, когда надо что-то купить, ходят не на Озон, не на какой-нибудь там, не знаю, Авито. У нас есть Форпост. А, это то есть ваш дальневосточный Озон? Нет, это наш дальневосточный Яндекс, я бы сказал. Это шире. У них есть проект типа Дром, да, это, они, они больше, чем Авторуд вот в области там машин. Ну, понятно, это просто, так как для Дальнего Востока и Сибири Владивосток это родина всех машин, то, соответственно, этот интернет-сервис развился на всю сторону. У нас есть люди, которые там замечательные игрушки пишут. Я вот специально, чтобы не было вот этого рейтинга, я фамилии не сильно называю, потому что я хочу сказать, что много этих людей, я области называю, там просто вот, практически в любой области можно называть прям прекрасных, талантливых людей, с которыми я постоянно общаюсь. А Павел Дурова нравится как предприниматель? Ну, конечно, он прям гениальный чувак. И таких историй, чтобы прям дважды повторять цена успеха, это прям редкая история. я не знаком с Павлом, но иначе как с глубоким уважением, мне кажется, нельзя относиться. Понятно, что люди разные, люди могут там ну, разными быть, да, кто-то там более эпатажный, кто-то менее эпатажный, кто-то там в каких-то вещах неординарный, ну, это же хорошо, надо с пониманием к этому относиться. Павел прям прекрасный, прекрасный пример такого предпринимателя, мне кажется, очень жалко, что он живет не в России и не в России все это делает. А Телеграм, да, я активно, ну, не, на митинг по-не не ходил за Телеграм. А, кстати, слушайте, я был в митинге еще, вспомнил, третий митинг, где я был. За Телеграм? Нет, за Телеграм я на митинг не был, я был в девятнадцатом году в Москве на Сахарова, когда были муниципальные, в Мосгордуму выборы и, соответственно, недопуск, я вот там тоже был. Был случайно в Москве и сходил посмотреть, как это выглядит. Ну, так, впечатляюще. Кто в музее, а кто на митинг? В музее тоже хожу. Расскажите про умение договариваться и поддерживать хорошие отношения. У вас десять учредителей и много-много лет вы все вместе. Так не бывает у большинства людей. Слушайте, у нас вообще менеджерская команда там существенно больше, десять учредителей. мы делаем что-то вроде опционной программы и втягиваем людей в какие-то такие отношения. Ну, этим просто надо заниматься. Это отдельный трек. Понятно, что у нас могут быть разные моменты. Мы можем и быть не согласными. Не то, что прям ругаться, но перья летят иногда. Ну, наверное, у нас пока нам везло в том плане, что нам было ради чего все это делать, договариваться. Было понятно, что мы вместе действительно представляем какую-то силу и по одному ничего не сделаешь и нам вместе лучше, чем по отдельности. Немножко вас спрошу про ваших партнеров. У вас летом 2020 года появился такой акционер Константин Багдаенко, бывший вице-губернатор Приморья. Что он у вас делает и как он к вам попал? Его пакет 70 миллионов долларов стоит. Так это, подождите, это не всю историю. Это он от нас попал, вице-губернатор. То есть это ваш бывший учредитель, просто он сходил во власть, а потом вернулся. Нельзя же было в этот момент заниматься бизнесом. Он искренне в этот момент не занимался бизнесом. Мол, сейчас вернулся в бизнесе, так что все хорошо. Вахту отстоял. Долг Розе не отдал, как тут говорят. Долг Розе не отдал. Некоторые приходят. Я в доме был, долг Розе не отдал. Тяжелое, да, для него, тяжелое для него время. Это, конечно, как он сам говорит. Но это лучше его, конечно, спрашивать, а не меня. это нехорошо мне рассказывать про других, но я действительно наблюдал, что это прям адский труд. Действительно, так много, тяжело и бестолково, наверное, никогда. Никогда. ни он не работал, ни я не работал. А вы ему помогали, что ли? Ну, мы друзья и товарищи, мы там, не знаю. Поддерживали? Да, и мы там знакомы с 93-го года, да, и понятно, что мы очень там тесно общаемся, хотя, конечно, пока он работал, я, то есть общаться было тяжело, я записывался через секретаря, потому что он, ну, человек себе не принадлежит в этот момент, когда он работает там. Это очень тяжелая штука. Еще один таинственный для нас человек у вас Юрий Корпцов. Второй, держатель второго крупнейшего пакета. Мы ничего про него не знаем, даже дата рождения. Кто это? Ну, смотрите, понимаете, в чем дело, но это же, опять же, личный выбор каждого, да, я, видимо, так получилось, что у меня там чуть более публичная роль в компании, я чуть более, не знаю, склонность к этому имею, или вынужден этим заниматься, не имея склонности, тем не менее, занимаюсь. Я, ну, вот, как я, я выступаю, ну, он не очень сильно хочет, ему это не очень нравится, но пока я тут вот выступаю, ребята работают, вот так, роли, роли поделились, поделились, поэтому не хочется. Это тоже какой-то насочет листа вот компании друзей-программистов, да? Да, мы тоже очень давно вместе работаем. Вам когда-нибудь хотелось все бросить? Все нет, но некоторые вещи, да. Какие? у нас есть такой, помимо основного предназначения и основные наши там бизнесы, что мы занимаемся там, розничной торговлей и вот всем этим, потому что связано с ДНС, есть такой, несколько другой челлендж, другой задачи, хочется сделать все-таки из Владивостока, поучаствовать в том, чтобы сделать из Владивостока хорошее место, потому что это прям проблема, что мы можем даже своих менеджеров теперь назад в Владивосток, где у нас там центральный офис и основной бизнес там костяк, ну, затащить туда людей мы можем только обманом и то ненадолго, потому что по своей воле, конечно, ну, для меня это удивительно, но, да, вот столкнулись с тем, что, ну, люди не хотят ехать, потому что при прочих равных этом там не очень хорошая история, ну, подумали, ну, как же так, вот, ну, мы же можем сами как-то поучаствовать, ну, там хорошо, нету хорошего жилья, хороших кварталов, ну, построим, нету там школ, мы его сделаем, и вот, тем более, что все говорят, что там поворот на восток, надо все, и вроде все помогают, понимаете, то есть это не так, что прямо наперекор всему, мы там вместе со всеми, нам много, кто помогает, все знаем, но вот за последние пять лет, что мы занимаемся, понимаете, в Владивостоке мы не смогли построить ничего, то есть вообще ничего, есть куча там проектов, которые у нас было и хотелось, мы ничего не смогли. Почему? Ну, за долгой историей. Ну, если сократить? Ну, эти, сократить сложно, ну, в двух словах, развитие города, это сильно замешано на создании общественного блага. то есть вот частное благо, то, что может производиться частным образом и оцениваться частным образом, это та история, которая, ну, вот прям можно там оценивать, ну, можно в теории углубиться, понять, что такое частное благо. Тут все понятно и хорошо, но город это сложное образование, где недостаточно просто построить дом, он должен быть вписан в транспортную структуру, в инфраструктуру, там, электричество, вода, желательно в социальную инфраструктуру, желательно в индустрию, там, люди должны понимать, что они там будут делать, где отдыхать, где учиться. это прям большой набор общественных благ, которые, ну, по большому счету может хорошо управлять государством. И вообще то, что вот в современном мире вот эти вот либеральные, либертарианские идеи на тему того, что вот там государство ночной сторож, оно, конечно, не работает, потому что у нас очень большое значение имеет общественное благо. Мы завязаны на образовании, на медицине, это не как бы не делается по-другому. Так вот, в России, к сожалению, система госуправления не заточена под это дело. Система госуправления не работает на воспроизведение управления общественным благом. Оно работает на приватизацию этого дела, данное использование в частных интересах общественного блага. Но даже, наверное, это не основная задача, так получается, потому что оно не очень хорошо управляется. И в Владивостоке это все проявляется гораздо сильнее, чем где бы это ни было. Например, в Москве эта проблема не так сильно чувствуется, потому что тут несовершенство госуправления заливается боблом просто. Ну, там, то есть есть деньги на то, чтобы просто взять и перестелать плитку и асфальт кварталами. Сергей Семенович обводит кружок на карте, там перестелить. И там расписано. Хороший, нехороший. с госуправлением все издержки госуправления там мультиплицируются. Потому что у нас с одной стороны мы удалены по времени и по расстоянию. Если грубо говоря, ну, понятно, что сейчас единственное предназначение мэра и уже даже и губернаторов это уметь хорошо сидеть в кабинетах правительства, чтобы выбивать себе участие вот в этих всех программах. То есть вот самостоятельного ресурса нет, ты только можешь вот в этом крутиться, участвовать в программах. Если ты в Казани у тебя есть за собой, можешь опереться на авторитетную диаспору и ты можешь как-то договариваться и можешь выставить интерфейс, что ты там сел на поезд, там час, на самолет час долетел, поторговался, потрес, во все кабинеты пробился, вечером поехал, там и все сделал. В Владивостоке для того, чтобы прийти в какой-то кабинет, это три дня. И все, оно буксует. Нам в какой-то момент казалось, что мы сможем, понимая все это, мы сможем брать какие-то большие проекты и замещать с собой какие-то кусочки неработающей системы госуправления и как-то размазывать сдержки на создание общественного блага по всему проекту большому. Но это тоже не сработало. Как вы хотели стать государством в Владивостоке? Нет, не государством. Я хочу, чтобы город был большой, чтобы мне можно было, большой хороший город, где мне можно было бы привести сотрудника и сказать, что чем этот район отличается от какого-нибудь Питера? Тут тоже так же комфортно и дети у тебя тут будут хорошо учиться, что-то там, а зато тут море есть. А безосходность. Ну да, и пока не получилось, к сожалению. Вот мы же начали с того, чего бы хотелось бросить, вот эта вот штука, мне иногда хочется бросить, сказать, что нет, я уже не могу, все, мы победили, все, все собираемся, едем в Питер, там хоть как-то. Ну, так сказать, целеустремленность это главная вещь, не бросим. Почему вы не уезжаете из Владивостока и из России? Что я там буду делать? Ну, мне нравится Владивосток, мне, знаете, смотрите, это же тоже такая вот дуализм, то есть, с одной стороны, да, много проблем, но с другой стороны, ведь предприниматель это не тот, кто бегает от проблем, предприниматель это тот, как раз человек, который создает продукты, которые решают актуальные проблемы для людей. И в этом отношении и Россия, а уж тем более, Дальний Восток, Дальний Восток, Владивосток, это прям хорошее место, потому что проблем много, чем бы ты ни занимался, это будет, это будет полезным и решением каких-то проблем, это прям надо, надо это делать. В этом отношении мне это нравится. ну и дальше понятно, что я родился в четвертом поколении, не понимаю, почему я должен оттуда уезжать, мне все нравится. Ну и сейчас это даже физически уже сложно сделать, потому что там и офис, и куча людей, и как это сделать. Ну, плюс там жена работает, как же. А жена чем занимается? Она врач. Ну, она мне запрещает про нее рассказывать, поэтому я не буду. Не втягивай меня в свою веру, как ты занимаешься. Ну, я могу просто тоже сказать, что, конечно же, у нас в семье предпринимательство это свободное от работы время. Главное у нас в семье это медицина. Так. Ее работа это главная семья. Я когда на страшном суде предстану, я скажу, ну, я там чуть-чуть помогал жене заниматься хорошим делом. Это основное занятие. Ну, свободное от этого дела я немножко еще бизнесом занимаюсь. А как вы помогаете? В смысле, вы... Ну, вот у нас ритм жизни, он настроен на это. То есть, я с утра встаю, готовлю завтрак, собираю жену на работу, там, она уезжает, я везу детей, ну, потом иду на работу, мы там в отпуск ездим и так далее. когда ей дают отпуск, мы тогда едем. Я ей, соответственно, стараюсь помогать. Ну, когда она... Ну, сейчас уже на дежурство не ходит, ну, там, на дежурство, значит, покушать привожу, там, и так далее. А вы когда познакомились с женой, кстати? В университете поделили в школе? В школе, ну, это было... Давно это было, 25 лет. Ну, очень давно. Много, много лет назад. Но мы, собственно, об этом нельзя говорить, это ведь не будет. Она вам запрещает. Извините, пожалуйста, нас. Проговорился. Чтобы вы поговорили про вас. Да. Надеюсь, она нас простит. Мы ничего плохого не сказали. Не, она мне обещала, что когда она защитит докторов, ко мне можно будет об этом рассказать. Но она бы защитила, но никак. Но так и не разрешает. Сколько вы вообще тратите времени на работу? Продолжая разговор. Все свободное время. Сколько? Не, ну, я по выходным стараюсь не работать, а там в рабочее время, ну, 10-12 часов, наверное, в основном. Ну, видите, у меня сейчас еще работа такое абстрактное понятие. Вот я сейчас сейчас я в Москве, ну, уж явно сложно назвать работой, но у меня много такого общения, которое тоже там сложно назвать работой. Сейчас она меняется. Вот раньше, я понимаю, работали. Сейчас, раньше. Раньше собрал компьютеры, вечером, днем продал, еще подсобирал. Вот работа, понятно, заказал, сейчас все сделал, банк съездил. А сейчас это просто разговор, разговариваешь. Как вы отдыхаете от работы? У вас какой-то спорт есть? или что? Ну, как все нормальные люди, я бегаю. Как все нормальные люди, я бегаю. Последнее время, да, я бегаю. Ну, да, занимаюсь, люблю какие-нибудь лыжи, люблю что-нибудь руками. Последнее время мне нравится, все больше и больше нравится мастерить руками, потому что, знаете, работа изменилась, и циклы стали длинными. Компания большая, от того, что ты что-то делаешь, до результата очень много времени проходит. И вот там понятно, жена приходит, сразу видно, делом занималась на работе. Столько-то там человек прооперировала, столько-то там вылечила, все понятно, что человек делал. Выходишь, а что я сегодня на работе делал? С тем поговорил, с тем поговорил, там что-то посчитал, нету продукта, предъявить нечего. Поэтому по выходным я там что-нибудь стараюсь строгать, варить, паять. Это приносит какое-то там созидательное, удовлетворяет ежедневную потребность в созидании. Последний вопрос. Слава Богу. Да, хорошо. У каждого героя есть цель, враг и суперсила. Расскажите про вашу. Ну, цель, цель, понятно, изменить мир к лучшему. Тут все просто. Враг. тут, я думаю, у вас вопрос с подвохом. Я себя героем не считаю. Я обычный человек. Ну, герой просто как герой истории. Да, хорошо. Не супергерой. в этом контексте понятно. Просто суперсила там звучит, поэтому суперсилы нету. Наверное, мне бы хотелось, чтобы это была целеустремленность. Мне кажется, важное качество, не будем называть это суперсилой, но важное качество как для предпринимателя, так и для любого человека. Это целеустремленность и сила воли на эту целеустремленность, чтобы суметь, когда уже кажется, что ничего не получается, ну, еще чуть-чуть. Я бы сказала, упёртость. Ну, да. Наверное, целеустремленность самая правильная, потому что там упрямство, упёрство, это уже градация все это дело. Важные вещи, но оно само по себе может не обеспечивать целеустремленности. И враги нет у меня. Бюрократия. Слушайте, несовершенство окружающего мира. Ну, бюрократия точно не враги, понимаете, бюрократия это необходимый элемент, просто оно должно быть не столько бюрократией, сколько менеджментом, но просто очевидно, что в больших организациях, видите, я своими руками в большой компании создавал большое количество бюрократии и идиотизма бюрократического. Как данность, потому что с одной стороны ты смотришь, что это идиотизм, а с другой стороны ты понимаешь, что это важная вещь. Понятно, что с этим надо бороться и не реплицировать формализм просто от того, что ты хочешь это делать. Эта вещь, зачастую это просто бывает необходимо сделать, но там, где этого не нужно делать, этого не нужно делать. Поэтому это все-таки не враг, это важная часть системы, которой никуда не денешься. регресс. Регресс. Регресс, да. Вы же за прогресс. Да, да. Наверное, архаика это, наверное, нехорошая вещь. Непонятно, зачем это нужно. С этим хорошо, давайте с этим бороться. С архаикой будем бороться. Договорились. Спасибо. Спасибо вам.